Техас начинает военную операцию на южной границе, пытаясь остановить вторжение нелегалов. Ситуация на границе с Мексикой остается крайне напряженной. В октябре число нелегалов, пересекших границу США, составило рекордные 230 тысяч человек. И это только официальные цифры. А в общей сумме с момента инаугурации Байдена больше 5 миллионов нелегальных мигрантов оказались на территории США. У федерального правительства нет ни желания, ни политической воли, чтобы хоть как-то бороться с миграционным кризисом. А между тем, кризис в самих штатах, где эти мигранты пребывают, довольно-таки на высоком уровне. Люди просто не могут найти работу, высокий уровень криминала и заболеваний. Стена на границе с Мексикой после ухода Трампа так и стоит недостроенной. А многих нелегалов даже не депортируют домой, а попросту отпускают после недолгого ареста. Бороться с волной миграции приходится отдельным штатам самостоятельно. Власти Техаса уже официально назвали ситуацию на границе вражеским вторжением. А мексиканские картели, занятые перевозкой людей через границу, признаны террористическими организациями. Теперь на защиту границы с Мексикой о вторжении отправлена Нацгвардия Техаса на бронетранспортерах М-113. Кроме того, штат за свои деньги будет ввозить приграничные заграждения, которые не успели толком достроить в эпоху Трампа. Миграционный кризис усугубляет волну преступности, накрывшую американские мегаполисы, и является одной из главных причин опиоидного кризиса, ежегодно уносящего жизни 100 тысяч американцев. Ведь через открытую настиж границу потоком льются не только нелегалы, но и наркотики. И чем дольше Вашингтон закрывает на это глаза в угоду тех, кто голосует за демократов, тем сильнее будет падать доверие населения к собственному правительству, которое и так уже находится на рекордно низком уровне.